В Минхене состоялось совещание бургомистров почти всех европейских столиц. На этом совещании были подвергнуты рассмотрению вопросов городского и коммунального хозяйства. В Париже в пользу французских ранних концертировали оркестр Л'Амуре, Пьерне и Пагелюкс. Оркестр играл в проклятии Пауста Хектера Берлиода. Германский писатель Фергер Хаутман праздновал свой 80-летний юбилей. Имперский руководитель Бальдур Фаншира преподнес ему кольцо города Вены. Областной руководитель Ханки присудил писателю художественную премию Нижней Селейки. МАДАРА КЮРЕРА МАДАРА КГОРОДЕ БРЕСЛАВЛЯ Собачьи бега в Бельгии пользовались там издавна большой популярностью. В Брюссельском дворце Спорта состояли самые большие бега борзых этого года. Бега происходили на расстоянии 250 метров. Собаки достигают средней скорости 50 километров. По поводу девятой гостировщины существования германской организации «Сила в радости» состоялось в Берлинской Дойчрансхале большое торжественное собрание. Центром программы были гимнастические упражнения. Имперский руководитель организации «Доктор Лей». На французском побережье Средиземного моря. Германский батальон гернадеров во время похода через Южную Францию. Наблюдательный полет вдоль побережья. Вид города Марселя и его гавани. Висячий мост – символ Марселя. Охрану воздушного пространства над этой крупнейшей гавани Средиземного моря взяли на себя зенитные батареи всех калибров. В походе на Туон. Итальянская кавалерия в Ницце. Фюреры и Дуччи отдали приказ занять крепость Туон. Германия и Италия ответили этим актом на вероомство французских генералов и адмиралов, желавших передать военный порт Туон и французский флот англичанам и американцам. Занятием Туона – все французское побережье Средиземного моря находится в германских и итальянских руках. Вылет германских боевых самолетов на Восточном фронте для поддержки оборонительного боя наземных войн. Хорватский боевой отряд. Бортовой огонь по зенитным батареям. Атака учебного лагеря далеко в губ за линии фронта. Самолеты дальней разведки установили здесь большое сосредоточение неприятственных сил. Прямая дорога ведет от учебного лагеря на запад, и она обкладывается бомбой. Над полем главных боев на северном участке фронта покрыты воронками. Бомбы и снаряды перепадали землю. На верхнем течении Дона попытки большевиков прорвать фронт. Они были отбиты германскими и союзными дивизиями. Бомбы и снаряды и снаряды... На верхнем течении Донберге. На верхнем течении Донберге. Вернее домовая горяча. Мы вместе получили приказ перейти в контратак. Разрозные большевистские части сдаются на среднем участке Восточного фронта. Большевистские ударные отряды атакуются. Германские окопы и огневые точки готовы к отражению атаки. Батареи открывают с оградительным огням. КОНЕЦ КОНЕЦ Атака отбивается КОНЕЦ 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 КОНЕЦ